Мария Антуанетта была последней королевой Франции до Французской революции. Она родила сердц герцогини Австрии, была предпоследним ребенком и младшей дочерью императрицы Марии Терезии и Франциска I. Почему же она стала последней? Виной тому ее довольно странное решение в самую последнюю минуту. Мария Антуанетта, как известно, была обезглавлена во время Французской революции. Некоторые историки приписывают именно ей знаменитую французскую фразу, ставшую символом отрешенности монархов от проблем народа. По легенде, французская королева Мария Антуанетта, узнав о том, что людям нечего есть и у них нет хлеба, ответила «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Хотя есть исследователи, которые с этим не согласны. Но, тем не менее. Во время революции члены королевской семьи должны были бежать в обычной, ничем не примечательной карете. Но Мария в последнюю минуту потребовала более роскошную, которая была намного заметнее. К тому же Антуанетта не хотела разлучать семью, и все поехали в одной дорогой карете. Естественно, их быстро обнаружили и поймали. Это сыграло решающую роль в убийстве семьи. И кто знает, что могло произойти, если бы они сели в две маленькие и быстрые скромные кареты, согласно первоначальному плану. Теодор Рузвельт, 26-й президент Америки, очень сильно любил произносить сказочные речи. В 1912 году он решил снова баллотироваться на пост президента и написал тираду для народа на 50 страницах. В последнюю минуту Рузвельт принял решение сложить страницы со своей речью и поместить их в нагрудный карман. Как только Теодор обратился к толпе, киллер произвел выстрел. Но поле застряло в его одежде после того, как ударилось в 50-страничную копию речи и в стальной футляр для очков. Рузвельт, несмотря ни на что, поднялся на сцену и произнес воодушевляющую речь с небольшим количеством свинца в своем нагрудном кармане. После начала военных действий между Югославской армией и армией освобождения Косово, Запад обвинил сербские власти в этнических чистках. А после НАТО потребовало у Югославии вывести войска из автономной области Косово и Метохия. Те, естественно, не послушались, поэтому НАТО решило вмешаться в конфликт. В ходе операции на 12 июня был запланирован ввод сухопутных войск НАТО. А главным стратегическим объектом, подлежащим захвату, должен был стать Международный аэропорт Слатина, расположенный недалеко от города Приштина. Чем он был так важен? Это был единственный аэропорт со взлетно-посадочной полосой, способной принимать любые типы самолетов, в том числе тяжелые военно-транспортные. Естественно, как это обычно и бывает, в конфликт за маленькие страны ввязываются супердержавы. Следовательно, со стороны России было принято решение занятий того самого аэропорта Слатина и вводя на территорию Косово и Метохии российского миротворческого контингента, чтобы обозначить свое присутствие в мировой политике, а также для обеспечения своих геополитических интересов в Балканском регионе. После того, как российский контингент захватил аэропорт Приштины в 1999 году, американский генерал Уэсли Кларк отдал приказ британскому командующему Майку Джексону всеми способами заблокировать взлетно-посадочные полосы. Но в последнюю минуту Джексон отказался от приказа своего начальника, сказав ему, «Я не собираюсь из-за вас начинать Третью мировую войну». Немецкий фельдмаршал Эрвин Роммель, или как его еще называли в те времена Лиспустыни, был самым опытным немецким военным тактиком. Под конец войны он отвечал за оборону в Нормандии, но по случайным стечениям обстоятельств решил покинуть свой пост на несколько дней. Роммель в последний момент решил нанести неожиданный визит своей жене, так сказать, устроить сюрприз в день ее рождения, прямо перед днем высадки своих противников. Штурм Нормандии еще известен как «День Д». Это, пожалуй, один из самых значительных моментов во Второй мировой войне, по крайней мере, с точки зрения войск союзников. Но так как Лиспустыни решил удивить свою жену, войска Третьего рейха остались без своего опытного командира. И кто знает, каким бы был исход Второй мировой, если бы Роммель не решил непосредственно перед атакой союзников уехать на день рождения к жене. Самая знаменитая морская катастрофа в истории – крушение Титаника. Корабль, который нарекли непотопляемым, к сожалению, столкнулся с айсбергом в Атлантике и ушел на дно. В ту ночь было совершено множество роковых ошибок, и избежав их, число жертв было бы гораздо меньше. Но одна из этих ошибок могла быть решена еще на суше. Второй офицер Дэвид Блэр был переведен на другое судно незадолго до отплытия корабля. Он должен был сдать свой ключ от хранилища, в котором хранился бинокль для наблюдателей. Но, видимо, из-за злости, а может из-за плохой памяти, он этого не сделал. Титаник отправился в путь до того, как он это осознал. Поэтому наблюдательной группе нужно было искать айсберги, просто используя свое зрение, которого, естественно, было явно недостаточно. Вероятно, лучший выбор, который сделал министр обороны Уильям Перри, это не поделился своими планами с Клинтоном. Еще в 1994 году при администрации Клинтона Соединенные Штаты оказались на грани войны с Северной Кореей, которая прокладывала себе путь для создания ядерных боеголовок. Министр обороны США информировал президента Клинтона о возможных альтернативах прекращения северокорейской ядерной программы. И одна из его лучших стратегий включала бомбардировку северокорейского ядерного объекта, которая, как он считал, будет успешной, но приведет к полномасштабной войне между двумя странами. Однако в последнюю минуту он почему-то решил не сообщать Клинтону об этом варианте, на который, как полагают многие, без лишних вопросов он бы согласился. Не сказав об этом плане ни слова, через несколько дней обеим странам удалось решить все разногласия миром. Ганнибал Барка проиграл целую битву и потерял большую часть своей армии, просто проткнув собственной тростью дыру в снегу. Ганнибал был знаменитым карфагенским военачальником, который привел слонов через Пиренеи и Альпы в Рим, но в конечном итоге Рим ему взять не удалось. При переходе через Альпы армия Ганнибала столкнулась с сильным снегопадом, который замедлил их движение. Армия не хотела идти дальше, но, желая доказать, что земля, по которой они шли, все еще твердая, Ганнибал ударил своей тростью в большой сугроб. Как говорят историки, это спровоцировало сход лавины, унесший большую часть его армии. И кто знает, чем бы обернулась для Рима война, если бы Ганнибал привел свою армию в полном составе. Возможно, вы никогда не слышали его имени ни в одной книге по истории, но в долгу перед ним весь мир. Если бы не Станислав Петров, то между США и Советским Союзом разразилась война, которая плачевно обернулась бы для всего человечества. Утром 26 сентября 1983 года Петров находился за своим рабочим местом и наблюдал за системой ядерного раннего предупреждения. Как вдруг сработало несколько датчиков, что указывало на то, что США выпустили ракеты по Советскому Союзу. Это означало одно – Станислав должен был запустить процесс ответного огня. Но чувствуя, что тут что-то не так, он решил не спешить с тревогой и докладом своему начальству. Петров заколебался из-за непростого выбора, ему надо было трезво оценить ситуацию, ведь от его решения зависела судьба всего мира. В конечном итоге Станислав Петров решил выждать некоторое время, и оказалось, что сработавшие датчики – это ложная тревога. Так что именно это промедление спасло не только его страну, но и весь мир.